Больше 3 миллиардов рублей из федерального бюджета дополнительно направят в этом году на развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области. 900 миллионов пойдут на строительство трамвайной сети Ростова, также для столицы региона закупят 20 электробусов. Об изменениях областного закона о бюджете на 2023 год замгубернатора министр финансов рассказала она в неочередном заседании ЗАГС Собрания. Законопроектом предусматриваются средства на реализацию масштабных проектов по развитию экологически чистого транспорта и инфраструктуры, которые, безусловно, существенно изменят облик Донской столицы. Амбициозные планы восстановления пассажирского речного транспорта получат толчок на 105 миллионов федеральных рублей. Столько потратят на первый этап реализации проекта – организацию скоростных перевозок по Дону и Азовскому морю. Также на заседании решили воссоздать медвотрезвители, говорили о необходимости поддержки импортозамещающих производств инвестиционным кэшбэком, праве участников спецоперации и их семей попадать на прием в органы власти вне очереди и подготовке обращения к президенту с просьбой признать шахты городом трудовой доблести. Зашел в комиссионный магазин техники, взял приставку и не стал беспокоить кассира. На кадрах с камер наблюдения видно, как мужчина в пестрой куртке вроде бы стоит в очереди с большой коробкой в руках, но убедившись, что продавец отвлекся на других покупателей, уходит. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в краже задержали 36-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичное преступление. Украденное задержанное спрятал дома, а затем планировал продать. Однако не успел. Приставку вернули владельцу, а вор снова пойдет под суд по статье кража. С него взяли подписку о невыезде. Проект строительства дороги «Орбитальная-2» планируется направить на госэкспертизу до конца июня, сообщили в областном правительстве. Новая трасса длиной 4,5 километра пройдет через Суворовский жилой район, по ней можно будет выехать на обсерваторную улицу. То есть это будет связь Суворовского с Северным, Северным объездом Ростова и Темирняком. «Орбитальная-2» – это четыре полосы, тротуары и выделенная велодорожка. Безопасность аттракционов в ростовских парках к началу сезона проверил Гостехнадзор. Официально сезон будет открыт 1 мая. Проверяющие смотрели документацию, наличие сертификатов о проверке технической части, информационные стенды с правилами пользования. Технику, как говорите, смотрят специальные организации, у которых есть лицензия. Их в Российской Федерации всего 11. У них есть необходимый опыт, у них есть необходимые приборы для проверки сварных швов, электрической части, двигателей внутреннего сгорания. В Ростове и области зарегистрировано 156 аттракционов. И батуты к ним тоже относятся. Они обязательно должны быть зарегистрированы. Перед выбором аттракциона специалисты советуют родителям обращать внимание на важные детали. Перед тем, как пользоваться аттракционом, родители должны обратить внимание вот на этот информационный стенд, где в обязательном порядке должен быть размещен государственный регистрационный номер аттракциона. И еще очень важная документация – это сертификат об освидетельствовании, на котором указано, когда аттракцион был освидетельствован и когда следующая дата освидетельствования. Кстати, за последние несколько лет в Ростове на аттракционах официально не зарегистрировано ни одного ЧП. Они переезжают на ЧП без задержек и пробки их не остановят. Мобильность – важнейший плюс открывших сезон мотоспасателей. На мотоциклы установлены пневматическое оборудование и рюкзаки для тушения возгораний, а квадроцикл оборудован водяным насосом и может таскать за собой 200-литровую бочку с водой. Причем вся эта конструкция придумана именно ростовскими спасателями. Хотя бы, чтобы ставили воду, смотрели за мангалами, чтобы не было открытого огня. Если сейчас разводят, там есть определенные угли, что-то такое, чтобы не было открытого огня. Потому что последствия после этого очень плачевные. Редактор субтитров А.Семкин